Здравствуйте! В эфире новости на канале НСК-49. Студия Алексей Кузьмин. Коротко о главных темах выпуска. Шторм усиливается. Десятки тысяч жителей региона остались без света. Новое кресло экс-губернатора Василий Юрченко стал топ-менеджером крупного холдинга. А что это у вас в брюшной полости? Неожиданная находка внутри пациентки. А сейчас об этих событиях и не только. Более подробно. Разгул стихии накрыл регион. Шквалистый ветер, сильные грозы и мощные разряды молнии оставили без света десятки тысяч человек. На территории Новосибирской области в 48 населенных пунктах произошло аварийное отключение электроэнергии. Подробности далее. По данным МЧС, без электроснабжения в Новосибирской области остались почти пять тысяч жилых домов, в которых проживает порядка 30 тысяч человек, а также 19 скважин. Виной тому опять стала погода. Ветер повредил воздушные линии электропередачи. Прошедшую ночь на территории Новосибирской области наблюдалось прохождение грозового фронта. В ряде районов области, это Черепановский и Москальевский район, произошло аварийное отключение электроснабжения. На месте работали бригады. Региональное МЧС отправило на место шесть аварийно-восстановительных бригад западных электрических сетей. Это 20 человек и 6 единиц техники. В РЭС сообщили, что ремонтные работы продолжаются, а природа готовится вновь проверить сибиряков на прочность уже ближайшей ночью. Это усиление ветра до 22 метров в секунду, порывами шквали до 27 метров в секунду, град, возможен дождь, ливни, сильные ливни. Поэтому гражданам необходимо проявлять длительность, не находиться около конструкции, возможно падение которых, закрыть в квартирах окна. Нынешнее лето в Сибири получается не только долгожданным, но еще и экстремально насыщенным погодными катаклизмами. Ливневые канализации – очень важные и нужные объекты для нашего города. Если они забиты мусором или неправильно функционируют, то в период сильных дождей это может привести к серьезным подтоплениям дорог, магистралей и жилого сектора. Один из таких серьезных участков расположен на улице Ватутина в Кировском районе. После очистки и восстановления его посетил мэр Новосибирска. Вода в ливневую канализацию на улице Ватутина после дождей стекает и с Немировича Данченко, и с улицы Мира, и с Бугринского моста. Потоки обильные, система приема и очистки не всегда справлялась. В прошлом году мэрия Новосибирска приняла решение о создании единой системы ливневой канализации. В ее рамках специализированное муниципальное учреждение реанимировало данный объект с современными установками по очистке дождевой воды, которая потом попадает в речку Тулу. Там проходит три степени очистки. И плюс дополнительно перед тем, как попадает на установки, есть еще песковый ловитель стоит, в котором основной песок удерживается до очистки. То есть по нефтепродуктам очистка на установке до 99%. Но впереди еще огромный объем работы, объясняет глава города. В Новосибирске 252 километра муниципальной сети ливневок. Еще 42 передаются в городскую собственность. И порядка 50 километров являются бесхозными. Эту систему все придется развивать. И там, где нет ее ливневой канализации, строить. А там, где она в неудовлетворительном состоянии подвергать капитальному ремонту, очистке и строительству вот таких очистных сооружений. Этими работами будет заниматься муниципальное учреждение. А юридические лица теперь должны будут платить за подключение к ливневой канализации и ее использование, чего раньше не было. У нас в планах, не надеемся, у нас в планах разработать технические условия, то есть присоединение к ливневой городской канализации. Таким образом появляется возможность у предприятия зарабатывать деньги и направлять их как раз на эксплуатацию и развитие ливневой канализации. Это очень важно. Это улучшение экологической ситуации, это улучшение ситуации на наших дорогах. Активное внимание городские власти будут уделять и строительству новых очистных сооружений, которых в Новосибирске меньше, чем хотелось бы. Почин уже сделан. Изменения в закон об областном бюджете обсудили на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам законодательного собрания Новосибирской области. В частности, депутаты настаивают на увеличении финансирования предприятий ЖКХ, газификации и программ обеспечения жильем. Проект закона о внесении изменений в региональный закон об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов депутатом на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам законодательного собрания представил в Рио заместителя председателя областного правительства, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Разные сюжеты выскакивают на корректировках бюджета. Например, мы решение хотели реализовать на текущих изменениях, но после того, как в Сузунском районе школа обрушилась и пришлось из резервного фонда только на один этот объект 130 с лишним миллионов выгрузить, вот все возможности вот так и улетают. Документ получил одобрение депутатов. Ранее они уже неоднократно обсуждали и изучали этот законопроект вместе с представителями регионального Минфина. Единственный вопрос, который возник по Татарску, ну действительно, но эта программа газификации, она тянется слишком давно, уже вот в течение пяти лет, и Сергей Николаевич Семко пояснил, что в течение пяти лет тянется эта программа, и мы должны были совместно с Газпромом закрывать, ну что ли, свои долги. Поэтому мы согласились с тем, что дополнительно на Северо-Татарск там направление по газификации выделено, по-моему, там 58 миллионов, вот. Но это вынужденная мера, без которой дальше не будет развиваться газификация Татарского района. Также в изменениях бюджета средства на проектирование ЛДС к Молодежному чемпионату мира по хоккею, 51 миллион дополнительно на строительство и оснащение ФАПов на селе, дополнительные средства на завершение второго этапа очистки воды на насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве, дополнительные деньги на сельские дороги. Планируется, что законопроект будет утвержден на ближайшие сессии сразу в двух чтениях, чтобы деньги на запланированные объекты пришли быстрее. В жизни опального и осужденного экс-губернатора Новосибирской области, судя по всему, начался новый этап и на этот раз позитивный. После потери поста и долгих судебных тяжб Василий Юрченко нашел себе новое место работы. Куда и кем устроился бывший глава региона? Узнаете прямо сейчас. Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко вышел на новое место работы. Теперь он будет трудиться в крупном холдинге «Металлсервис», имеющем несколько дочерних компаний и крупных предприятий. В том числе и новосибирский завод имени Кузьмина. Должность Юрченко, по его же собственным словам изданию НДН-Инфо, называется заместитель генерального директора одной из управляющих компаний. Или, выражаясь современным языком, топ-менеджер. Этой управляющей компанией и является завод Кузьмина. Напомним, что Юрченко после отставки с поста губернатора, инициированный президентом страны, попал под уголовное дело и суд о превышении должностных полномочий при отмене аукциона по продаже земельного участка на улице Чаплыгина. Суды первой и апелляционной инстанции признали его виновным и приговорили к трём годам лишения свободы условно. Хотя сам Юрченко своей вины не признал. Впрочем, теперь у него новые заботы на ответственные должности. Новосибирский государственный аграрный университет лишился госаккредитации по нескольким направлениям. Студенты пятых курсов факультетов правоохранительной деятельности и таможенного дела могут остаться без дипломов. Сроки сдачи экзаменов поджимают, но пока руководство вуза выпускникам ничем помочь не может. Подробности далее. Госаккредитация по нескольким специальностям в НГАУ прошла буквально перед защитой дипломов, которая должна была состояться 25 июня. Но теперь по закону ребятам нужно успеть сдать экзамены в других вузах страны, либо ещё год тратить на бакалавриат. Но в этом случае специальность, за которую пять лет они платили, немалые деньги им присвоено не будет. Смысл в том, что в других университетах срок уже выходит так же. То есть они в это же время сдают диплом, а нас университет принять другой тоже не может без договоренности именно с университетом. Гарантий нет, что вуз пройдёт аккредитацию. То есть мы это сами понимаем, что навряд ли в аграрном университете будет правоохранительная деятельность. На двух факультетах 72 студента, которые оказались в тупиковой ситуации перед защитой диплома. Ко всему прочему, ранее выпускники сдавали государственную итоговую аттестацию. Списки висели на общей доске расписания за подписью проректора. Но, как выяснилось, это чья-то ошибка. И сдачу, как говорят, ребята аннулировали. Пятый курс тоже ведётся, что они у нас получили полностью, выполнили весь учебный план. Даже некоторые прошли итоговую аттестацию, не государственную, а итоговую аттестацию. Поэтому эти студенты, мы тоже разговариваем с вузами, которые готовы их взять для прохождения государственной итоговой аттестации. Но это тоже делается по решению учредителя. Выходит, что на протяжении нескольких месяцев студенты учили предметы и готовились к сдаче госэкзаменов, основываясь на списке и документы. Но Минобор РФ в конце мая запретил продолжать вести учебный процесс под данным специальностям. В итоге и госы, и защиту диплома сдавать предстоит в других вузах, если вопрос разрешится лучшим образом. Но пока руководство университета ищет отходные пути, время работает не в пользу студентов. Это может затянуться на год, на два. Теперь представьте, прошел год, прошло два, да? То есть все равно какая-то информация уже забывается. Да, и ты просто ходишь там два года, непонятно чем занимаешься, ты пять лет мучился. Теперь ты два года ждешь этого диплома, да, и как бы непонятно вообще, а через два года ты его получишь. Для того, чтобы хоть как-то ускорить процесс, защитить диплом и получить специальность, которой ребята шли пять лет, студенты и родители подписывают петиции, пишут в приемную президента, доносят проблему до общественности. В непрофильных вузах Новосибирска это не первый случай, но руководство университета уверяет, проблемы студентов будут решены тем или иным способом. В прокуратуре Зельцовского района Новосибирска пришлось отстаивать право детей на охрану жизни и здоровья через суд. Удивительно, но нарушило российское законодательство учреждения, призванное заботиться о здоровье и не только детей. Городская поликлиника выявила вопиющую несправедливость прокуратура в ходе проверки школ и детсадов. Оказывается, медицинский работник обязан находиться в учебном или дошкольном учреждении полный рабочий день. То есть, если школа работает в две смены с восьми утра до шести вечера, то врач или фельдшер должен быть в своем кабинете все это время. Однако, уже долгие годы эта статья закона в Новосибирске можно предположить, что и в области не исполняется. В ходе прокурорской проверки установлено, что поликлиникой в полном объеме условия договора не выполняются. Не обеспечена работа медицинских работников в соответствии с режимом работы образовательной организации, что приводит к несвоевременному оказанию медицинской помощи несовершеннолетним обучающимся и воспитанникам образовательных учреждений. В 172-й Новосибирской средней школе о своевременно не оказанной помощи говорят с сожалением. Вот последний раз у нас в субботу произошел несчастный случай. Мальчишка десятиклассник по своей неосторожности получил травму. И нам пришлось как педагогам, не профессионалам, ставить приблизительный ему диагноз, вызывать скорую помощь, вызывать родителей. Последние лет шесть на протяжении учебного года медик здесь присутствовал три раза в неделю, и то только по несколько часов. А в субботу вообще не работал, хотя школа сделала все, что от нее требуется. Школа обязана предоставить помещение, укомплектованность этого помещения, все это было сделано. Но само медицинское обслуживание предоставляет Министерство здравоохранения, там профессионалы. Однако наш региональный Минздрав, видимо, руководствуясь какими-то своими интересами, медицинское обслуживание предоставлял не в полном объеме. Хотя сами медики уверены, лучше заботиться об учениках одной школы, нежели бегать по трем учреждениям, как это у нас сейчас заведено. Я считаю, что надо работать в одной школе, чтобы я работала в одной школе ежедневно. Лучше знаешь детей, намного, понимаете, я даже свою могу скорректировать работу. Только в одном, за Ильцовском районе Новосибирска, нарушение прокуратура выявила в 28 учебно-образовательных учреждениях, школах и детсадах. 8 исков к поликлинике, не обеспечивающей охрану жизни и здоровья детей, суд уже удовлетворил. Остается вопрос, будет ли решать эту проблему на территории области сам региональный Минздрав, или к делу все же придется подключать судебную систему. Жительница Новосибирска Наталья Белоглазова уже полтора года не может добиться результата поддела о возможной врачебной ошибке, совершенной хирургом областной больницы. После операции женщина пришла к дежурному врачу для удаления дренажной трубки, но в ходе процедуры фрагмент провалился в брюшную полость. По словам пациентки, медработник не принял никаких мер и просто отправил ее домой. В итоге женщина вновь оказалась на операционном столе, а ее здоровье был причинен существенный вред. Подробности расскажет Екатерина Орлова. В редакцию нашего канала обратился муж пациентки областной больницы, которые после операции должны были удалить дренажную трубку, но в ходе процедуры часть трубы длиной в 10 сантиметров осталась в теле женщины. Врач-хирург фрагмент не извлек, а просто отправил Наталью домой. Сказал его, не переживайте, все нормально, приедете домой, через два дня, естественным путем эта трубка уйдет. В маршрутке Наталья почувствовала резкую боль. Ей вызвали скорую помощь и женщина вновь оказалась в областной больнице. Тот же врач, по словам мужа пациентки, просто приложил холод к больному месту и уже во второй раз пытался отправить Наталью домой. Но женщине становилось только хуже. Она от боли, можно так сказать, там на стену лезла в палате, потому что боли были невыносимые, ей ставили обезболивающее, но ей не помогало. Где-то в районе 9 часов ей провели, в начале 10-го провели компьютерную томографию, или там что там. И после этого мне все-таки сказали, что да, трубка подтверждается, что находится, сейчас будем оперировать. По итогу пациентки причинен вред здоровью, а на ее теле остался глубокий шрам. Белоглазовые обратились в прокуратуру и следственный комитет, сотрудники которого сообщили в Кировский отдел полиции о бездействии медицинского работника. Но до сих пор, спустя полтора года, дело не сдвинулось с места. Примечательно, что в ходе разбирательств экспертизу проводили специалисты той же областной больницы. И, разумеется, никаких нарушений эксперты в итоге не выявили. Просил назначить дополнительную экспертизу в другом регионе, а также по экспертизе, предложенной в Питере, в начале разбирательства. Но пока на данный момент следственный комитет молчит, ничего не поясняет. Зато, по словам Юрия, руководитель хирургической службы при личной беседе полностью признал вину медработника. Разговор муж пациентки записал на диктофон. Значит, доктор, конечно же, допустил ошибку. Это ошибка. Мы это признаем. Мы, соответственно, приносим извинения о том, что такая штука произошла. На данный момент руководство областной больницы не прокомментировало ситуацию, сославшись на врачебную тайну. Наталья и ее супруг намерены добиваться возбуждения уголовного дела, чтобы медицинский работник, производивший извлечение дренажной трубки, не отделался простым выговором. Но сейчас главное, чтобы Белоглазовы в итоге провели экспертизу в другом регионе, так как заключение сослуживцев хирурга, совершившего ошибку, вряд ли может претендовать на объективность. Театр «Глобус» сообщает о кончине актрисы Анастасии Васильевны Гаршиной. Народная артистка РСФСР более 55 лет служила на сцене. Человек высокой внутренней культуры, преданной профессии, с пониманием долга актера как миссии. Ее имя неразрывно связано с историей новосибирского тюза. По окончании Ленинградского театрального института Анастасия Гаршина была принята в труппу «Глобуса». Через 9 лет получила звание «Заслуженная артистка РСФСР», а в 1978-м стала «Народной артисткой РСФСР». Ею было создано более 150 сценических образов, среди которых «Шекспировская Джульетта» и «Зольда Брукштейна», «Аркадина», «Героиня пьесы Чехова» и множество других ролей. Любая из них была наполнена глубоким смыслом, высокой сценической культурой и самоотдачей. В 1986-м актриса была награждена Орденом Ленина и Орденом Трудового Красного Знамени. Обладательница высшей награды региона «Знака отличия за заслуги перед Новосибирской областью» Анастасия Васильевна Гаршина навсегда останется гордостью истории театра, примером высокого человеческого и художественного достоинства. «Светлая память». Гражданская панихида состоится 21 июня в 14.00 в похоронном доме ИМИ по адресу улица Кропоткина, 112. Как известно, в Новосибирской области готовятся к реализации два крупных спортивных проекта – строительство нового ледового дворца и волейбольного комплекса. Однако это далеко не единственные объекты. Развитие спорта на территории нашего субъекта федерации приобретает масштабные формы. Об этом 19 июня глава региона Андрей Травников рассказал на традиционной встрече с журналистами. «Одна из ключевых задач правительства Новосибирской области – обеспечить население объектами физической культуры и спорта», – напомнил глава региона Андрей Травников представителям СМИ. Всем известно о строительстве нового ЛДС и волейбольного центра. Но это только вершина айсберга. Есть и другие серьезные проекты. Один из них должны возвести к декабрю текущего года. «Строится региональный спортивный центр Новосибирской области по гимнастике. Строительство идет при поддержке Минспорта России в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта. Общая стоимость строительства с учетом комплектации оборудования составит 650 миллионов рублей». Но не только в Новосибирске кипит работа. Многофункциональные спортивные центры, стадионы, бассейны, специальные площадки строятся в Сузуне, Куйбышеве, Чулыме, Ленево, Машково и многих других районах области. При этом областные власти не отдают предпочтений конкретным видам спорта, объясняя, что у жителей должно быть многообразие выбора. «Безусловно, региональная программа развития физкультуры и спорта не ограничивается этими объектами. Многие объекты стартуют в 2019 году. Мы это будем обсуждать совместно с депутатами, в первую очередь депутатами законодательного собрания, при подготовке бюджета на следующий 2019 год». Кроме бюджетных спортивных проектов, в области активно реализуются внебюджетные, а также те, которые опираются на схему государственно-частного партнерства. Словом, возведение объектов физкультуры и спорта приобрело массовый характер. И не случайно. «Реализация подобных проектов позволит нам увеличить степень обеспеченности населения спортивными объектами. Спрос, который сегодня очень велик. Велик спрос и в самом городе Новосибирске, мы понимаем особенно в новых микрорайонах, в кварталах перспективной застройки, и высокий спрос в райцентрах, муниципальных районах Новосибирской области». Такие объекты, безусловно, нужны для жителей региона всех возрастов. Радует, что много их появляется в сельской местности, где не меньше, чем в Новосибирске, хотят вести здоровый образ жизни. Новосибирск готовится к своему 125-летнему юбилею. Невзирая на то, что взгляды на день основания нашего города существуют разные, официально признана лишь эта дата. Торжества пройдут практически во всех районах мегаполиса, в том числе с участием легенд местной рок-сцены, некогда популярных исполнителей поп-музыки и представителей современной рэп-культуры. Как идет подготовка к празднику и чем порадуют горожан, знает Василий Акимов. Мероприятия по случаю 125-летия Новосибирска проходят на различных площадках уже несколько дней. Хотя по поводу праздничного убранства есть некоторые вопросы. За исключением разноцветных флагов и собираемой на центральной площади сцены торжественного оформления в городе незаметно. Даже различные фигуры из веток и прочей зелени в сквере перед оперным театром еще только собирают. Время до 24 июня, когда пройдут основные мероприятия, еще есть. Планов у городских властей немало. Выбирать зрелище по душе 24 числа будет из чего, обещают организаторы. От выступлений поп-ирог коллективов до колокольного концерта и дефиле детских колясок. Пройдет шесть фестивалей. Уличного искусства и стрит-арта, фейерверков, футбола, авто- и мотолюбителей, экстремального спорта и здорового образа жизни. Обещают даже угостить кусочком огромного 125-метрового пирожного. В 9 часов так называемый завтрак. Гастрономическая улица Ленина. Пытался уточнить, бесплатно, не бесплатно, всех не всех. Там обещают какое-то пирожное гигантских размеров испечь. Я не хочу, так сказать, гарантировать заранее, но вот обещают, говорят. Ну, надеюсь, что что-то интересное получится. Из культурной программы обещают выступление звезды 90-х Шуры. Он споет вечером на площадке возле Руэлл-парка рядом с площадью Калинина. На Михайловской набережной любители рока порадуют группы Коридор и Калинов мост. А на площади Ленина вместе с симфоническим оркестром споет бывший солист группы Хай-Фай Митя Фомин. На Левом берегу выступит группа «Градусы», а в академ-городке любимец молодежи «Эль Уан». Ожидаются и десятки других выступлений менее именитых, но часто не менее интересных артистов. Салютов обещают несколько и на Левом берегу, и в Советском районе. А самые зрелищные ферви запустят в парке «Городское начало». Так что проблем со зрелищами не ожидается. Будем надеяться, что и внешний облик города к этой дате приведут в порядок. Такова картина сегодняшнего дня. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся.